Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное, на мой взгляд, видео, а вы уж сами оцените. Его название «Крапива, пьющая солнце и дарующая жизнь». «Не огонь, а жжется, в руки не дается», гласила одна из многих поговорок и пословиц о крапиве. Да, она одевает и лечит, и украшает, и кормит, по крайней мере, так было раньше, пока человек не стал умнее природы. Из данного моего видео вы узнаете, чем была крапива в прошлые века, в чем ее польза, как в наши дни мы можем ее применять и для себя, и в хозяйстве, в быту. Загущает ли крапива кровь? Правда ли это? Вы услышите важные рецепты приготовления салатов, отваров из крапивы, правильной ее сушки и квашения крапивы, а также засолки ее на зиму. Я дам вам и рецепты приготовления из крапивы средств от выпадения волос для лечения суставов, для остановки кровотечений, рецепт изготовления вкусного и полезного кваса и настоек для здоровья кожи, лица и тела. Все это я вам дам в одном и коротком, и информативном вот этом видео. Смотрите и пересылайте ссылки на это данное мое видео своим друзьям, знакомым, близким. Приятного вам просмотра! Крапива с древнеславянского, древнерусского языка дословно звучит как «пьющее солнце». Раньше, когда люди жили на земле, родные и близкие хлестали крапивой непослушных детей. А это и наказание, и польза, два в одном. Растет крапива у нас в основном двух видов. Это двудомная крапива, высокая, и жгучая, более низкая. Это, безусловно, лекарственное растение, да еще какое! Все части крапивы целебны. А где она растет хорошо? Зарослями. Да только на плодородных почвах. В местах былых когда-то деревень и на местах урочищ. И это обусловлено не только ее биологией, но и историей. До 17 века ее возделывали как культуру огородную и предельную. Да, раньше делали одежду из крапивы, помимо одежды из льна и конопли. Наряду с двумя этими культурами крапива в те времена была основным сырьем для одежды. Кстати, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите вот это мое видео про то, как уничтожали две отрасли промышленности по льну и конопле. И про уникальный музей конопли. Ссылка будет в описании. Крапива очень любит яркое, сильное солнце. И забирает от него всю пользу и передает земле и нам. Варили раньше крапиву в чанах с щелочью, с той же золой, для получения плотного, качественного, предельного волокна. Крапива еще и прекрасное удобрение. Ее можно рубить, помещать в бочки и ферментировать, заливая водой с аэрацией. То есть поставив компрессор аквариумный обычный с распылителем, для создания аэробной, то есть богатой кислородом водной среды. Тогда будет идеальная вытяжка, быстрое разложение бактериями сырья. И вы получите уникальные удобрения, которые повысят плодородие любых огородных культур. Хоть огурцов, хоть зелени. Кстати, такой состав можно использовать для аквапоники. Видео про аквапонику у меня было на втором моем ютуб канале «Жизнь на земле». Вот это видео. Земля после крапивы всегда плодородная, ведь ее корневая система содержит клубеньковые азотофиксирующие бактерии, как у бобовых, которые фиксируют свободный азот из воздуха в почве. Земля на местах зарослей крапивы рассыпчатая, темная, почти чернозем. Идеальная для любой рассады. Для кур раньше делались вязанки наподобие веников для бань, подвешивались на чердаках, в сушильнях, в банях, а в высушенном виде давали курам, подвешивая на крючки, на веревки. Раньше так делали. Тогда качество яиц и яйценоскость кур увеличивалась. Кстати, и в венике для банного дела добавляли крапиву. Можно и даже хорошо так делать, и это прекрасно для здоровья кожи. А вот суп не стоит есть из крапивы. Суп в привычном понимании. Ну, вернее, можно, но при варке, вы должны это знать, много полезных свойств теряется, а остается только вкус. В крапиве есть такой важный для волос, суставов и костей микроэлемент, кремний. А витамина С в крапиве больше, чем в лимоне. Спектр лечебных свойств у крапивы огромен. Применяют ее и при кожных проблемах, при болезнях сердечно-сосудистой системы, при остеопорозах, лечат крапивы и язвы, и колиты, и другие болезни ЖКТ. Снимает она отеки, удаляет из организма застойные жидкости. Она стабилизирует менструальный цикл у женщин и убирает боли и обильные кровотечения. Чистый крапивный сок не пейте, а разбавляйте водой пополам. Срок годности сока в холодильнике 2 дня, а при заморозке хоть 2 года. Крапива действительно содержит много витамина К1, а квашеная еще и К2. Потому при ранах она останавливает кровь и очень быстро. Надо лишь растереть свежую крапиву и заделать рану этой раздавленной однородной кашицы. Она останавливает любые кровотечения. Не хуже поддорожник. Можно использовать и порошок крапивы, посыпая им рану. А если порошок крапивы слегка втянуть носом, то при носовых кровотечениях таким образом останавливается кровотечение из носа довольно-таки быстро. А загущает ли крапива кровь, как многие пишут, говорят, думают? Да, конечно, противопоказания есть. Это и тромбозы, это почечная острая недостаточность. Но если вести здоровый образ жизни, не пить загустители крови, такие как кофе, алкоголь, сладкие газировки и тому подобное, тогда нет. Впрочем, проконсультируйтесь с опытным врачом, если боитесь, а потом с опытным травником и решайте сами. Боитесь при тромбозах есть крапиву? А вы пейте воду. Не крапивы бойтесь, а не потребление воды, живой воды. Напитки, супы и другие жидкости – это не вода. Посмотрите непременно вот это мое видео про живую воду, уникальную воду. Если у вас низкий гемоглобин, обязательно потребляйте крапиву. Поднимется гемоглобин непременно. Крапива снижает сахар. Это известное ее свойство. Ну а если еще и есть листья одуванчика, будет двойная польза. Посмотрите вот это недавнее мое видео о одуванчике. Да, очень рекомендую, посмотрите вот это мое видео со второго моего канала «Жизнь на земле» о высадке тысяч различных растений в моем хозяйстве. Видео на этом канале немного, но все последние видео очень интересны и поучительны. И про строительство, и про аквапонику, и про теплицы, и зимние сады. Кстати, мы открыли новое производство уникальных светодиодных фитоламп, полного солнечного спектра, не имеющих аналога в мире. Да, и еще с реальным сроком службы от 15-20 лет. Мы начинаем их продажу. Ссылка будет в описании под этим видео. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Посмотрите 4 коротеньких видео о новых уникальных приборах для защиты своего здоровья. Теперь рецепт от выпадения волос. Нужно заварить, запарить сухую крапиву, взять 3 столовые ложки на 1 литр горячей воды, настоять час и промывать волосы вместо ополаскивателя, втирая в кожу головы. А лучше еще оставить компресс из крапивы на голове на 30 минут в виде кашицы, то есть более густой смеси, после чего смыть водой. А если брать свежий сок крапивы и втирать его в кожу головы, то будет еще более сильный эффект. Но это понятно, по сезону только возможно, и лучше его не упускать. Действительно, густым отваром крапивы лечат облысения на начальной его стадии, когда есть еще фолликулы. Нужно делать компрессы, держать на голове кашицу. От пересыхания можно закрыть пергаментной бумагой и зафиксировать косынкой либо полотенцем. Заодно снизится у кого есть и жирность кожи, а также перхоти будет меньше, у кого она, конечно, есть. При болезнях суставах, артритах, артрозах, при остеохондрозе, раньше хлистали больные места крапивой, и болезнь отступала сразу, становилось легче. Реально. Конечно, эффективнее применять крапиву и наружные, и внутренние. И плюс к тому, в комплексном лечении с другими травами и методами. Посмотрите вот это мое видео «Артриты, артрозы». Знаете, заморозка сока, листьев, стеблей крапивы – лучший способ сохранения вообще и всегда, и не только крапивы, а любых продуктов. И лечебного сырья. Добавляют крапиву и в сборы, и травяные чаи, используют ее и для успокаивающего воздействия на нервную систему. Вместе с мелиссой, валерьяной и другими травами. Да, я обязательно должен здесь сказать про необходимость консультации с врачом. Ну вот сказал. Как же пить настой на пар крапивы? Берите 3 столовые ложки измельченных сухих листьев крапивы на 1,5 стакана теплой воды при 70-80 градусах. Запаривайте это в термосе примерно на 40-50 минут. И пейте 3 раза в день до еды 1,5-2 месяца к ряду. Если применять для этого порошок, то тогда брать 1,5-2 столовых ложки, так как масса порошка выше, чем масса измельченных листьев того же объема. Крапива останавливает кровотечение. Она заживляет порезы и раны. Всегда в деревнях прикладывали при порезах или ранах перетертую свежую крапиву или посыпали раны молотым порошком, как я это уже говорил выше. Помогает крапива и при варикозном расширении вен, прямой кишки, то есть при геморрое. Для этого как раз тот самый настой, о котором я только что говорил, и применяется. Говоря о заготовке сырья, как заготавливать крапиву? Так вот скажу, крапиву нельзя сушить на солнце. Уйдут почти все питательные и лечебные свойства, только в тени. Собирать надо в сухую погоду, сушить подвешивая основанием стебля вверх, на проветриваемых чердаках или в теплицах, при их обязательном затенении нетканными материалами или марлей, или в сушильных шкафах, дегидраторах, в банях, на русской печи. Только не укладывайте толстым слоем и сушите при температуре не выше 50 градусов, чтобы сохранить почти все полезные свойства. Хранить крапиву надо в тканевых мешочках или в стекле, керамике или в картонных пакетах. Перетертая сухая крапива это еще и прекрасная приправа. Ее стоит сыпать в салат из супы, если вы их, конечно, едите. Но только когда суп уже разлит по тарелкам, а не добавлять в кипящий суп. А то потеряются многие лечебные свойства. Если же вы не хотите или вам лень ее заготавливать, нет на это времени и желания, у нас всегда она есть в продаже. Причем крапива молекулярной вакуумной сушки с полной сохранностью всех полезных веществ и свойств крапивы. Вы всегда сможете ее найти на нашем сайте nadgar.ru. Кстати, там же есть и другие самые ценные и важные полезные растения в виде порошков вакуумной сушки. Это сныть, шпинат, сельдерей, лебеда и другие. Ссылка будет в описании под этим видео. Теперь я дам вам рецепт кваса из крапивы. Нужно взять свежие 15-сантиметровые побеги молодой крапивы, промыть, нарезать, наполовину банки ее затрамбовать, залить раствором чуть теплой воды 40-45 градусов с разведенной в ней 1 столовой ложки сиропа топинамбура, либо, что лучше, меда. Особенно, если вы возьмете лечебный дикий мед. Или, что еще лучше, перезимовавший с пчелами, то есть уже полностью ферментированный. Три дня пусть этот будущий квас постоит в темном, сухом месте, при комнатной температуре, и вот квас готов. Квас этот полезен и при болезнях желудочно-кишечного тракта, и не только. А если высокую крапиву летом срезать, и даже осенью, то пойдут из-под земли молодые побеги. Таким образом, можно получать молодые полезные поросли с весны до осени. Для аквариумистики, кстати, лично я для кормления некоторых видов рыб и головастиков, гладких шпорцевых лягушек, которые я разводил в 80-е годы, я замораживал сезонно крапиву, а когда было нужно, размороженную крапиву помещал в капроновом мешочке, в аквариумы под боковой свет лампы, и тогда появлялись обрастания определенных водорослей, которые и ели головастик. А также сама измельченная крапива после разморозки использовалась для кормления многих рыб и креветок. А для шиншилл и многих других домашних животных это прекрасная добавка к питанию. А у самых животных будет больше молока, если такую крапиву давать в пищу. И не только у шиншилл, но и у человеческих матерей. И это было известно еще и с покон веку издревле. Собаки и кошки тоже едят крапиву, если вы не знали. Конечно, если только вы их окончательно не отравили промышленными комбикормами со специальными добавками, без которых они уже ничего есть просто не могут. А то, как на прошлое мое видео про дуванчики одна дама написала мне чуть ли не гневное письмо, что ее шиншиллы не едят листья дуванчиков. Прекрасно, шикарно. А мои, например, прекрасно едят. А вот вам, дорогие товарищи, рецепт квашения наконец-то дождались. Ведь ферментированная крапива даже полезней обычной. Итак, ферментированная квашеная крапива. В идеале брать майскую крапиву, ну или молодую свежую. Ее надо собирать, безусловно, как любое сырье, тем более лечебное, пищевое, только в экологически чистых местах, а не в городской черте. Ее надо промыть, удалить, держа в пучках резким движением руки, как взбивают градусник, лишнюю воду или протереть полотенцем. Нарезать на небольшие кусочки по 3-4 сантиметра, прямо с молодыми стеблями, но только чтобы они были не жесткими. На 1 килограмм крапивы надо взять 50 грамм соли, лучше, конечно, гималайской, ну, я имею в виду неповаренной, хотя, впрочем, можете взять любую. Эту массу надо пересыпать солью равномерно, хорошенько перемешать, а потом страмбовать стеклянные простерилизованные банки деревянным пестиком, ну, либо кулаком. Так 3 дня держать в темноте, при комнатной температуре, а потом поставить в холодильник, либо подвал, и уже так хранить. Такую ферментированную крапиву можно есть уже через 2-3 недели, а можно ее оставить и на зиму. Если хотите надолго оставить, то советую сверху банки, в которой крапива забита плотно доверху, насыпать несколько щепотей соли, тем самым создав более концентрированную соленую среду для предотвращения развития различных грибков и бактериальных инфекций. Тогда при температуре плюс 2-3 градуса можете смело хранить год. Вот вам рецепт салата из крапивы. Можно ошпарить в кипятке крапиву до той степени, чтобы ушла ее колкость, но чтобы при этом при ее резке хруст оставался. Тогда питательные и лечебные вещества останутся почти в полном объеме. Можно добавить в сборный салат любую другую зелень по вкусу, укроп, петрушку, кинзу, что хотите. Что-то жирное желательно, например, авокадо или яйца, кто их ест, масла, специи, соль по вкусу, желательно орешки, лучше кедровые или очищенные семена, то есть ядрышки семян конопли. А можно по-другому. Можно просто взять скалку и раскатать свежую крапиву на доске, таким образом она тоже станет мягкой, и тогда не надо в этом случае ее ошпаривать. Кому как угодно. Теперь про настойку на водке. Не надо делать настойку для потребления внутрь. Это порочная практика, и это не народная традиция. Водка на Руси появилась исторически совсем недавно. И никогда в народной медицине ее не использовали. Водка, как и любые иные жидкости, содержащие этиловый спирт, вредны в любом случае. И свойства любого лекарственного растения сохраняются в ней не полностью. При применении водки или спирта тем более. А вот для кожи, то есть для применения снаружи, для обтираний, такие настойки прекрасно подойдут. Вот вам рецепт. На 100 грамм водки взять 2 столовых ложки порошка крапивы, перемешать, настоять в тепле, перемешивая каждый день, подождать неделю, и можно пользоваться, храниться это долго. Этим лосьоном протирать кожу 2-3 раза в день, от угрей, прыщей и тому подобное. Пару слов о масках. Для приготовления масок для лица порошок крапивы надо развести в воде до состояния кашицы, добавить в эту кашицу 1-2 от объема кашицы меда, перемешать хорошенько, и можно наносить маски на лицо и любые иные участки кожи на 15-20 минут, а затем смывать теплой водой. Кожа будет бархатистой, шелковистой, свежей. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь скажите, а вернее напишите под этим видео, а какое видео вы хотели бы, чтобы я снял, про какие растения и их полезные лечебные свойства. Для вас это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, не без различия ваше, для кого, собственно, я это делаю, а мог бы что-то другое сделать и потратить время, с большей пользой, возможно. Потому будьте активны, и я тогда данное видео поставлю себе в график и обязательно сделаю. Понравилось вам данное видео? Тогда поддержите мой данный ролик и мой канал лайками своими к этому видео. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово «Еще» в Ютубе под этим видео. Откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok